Представьте себе, что у нас на коскости нарисован квадрат. Скажите, пожалуйста, если здесь реклама какого-нибудь фильма, или реклама «Малом Мехмата», и вы хотите двигаться, чтобы все время видеть этот самый квадрат под углом 90 градусов. Вы понимаете, что такое видеть предмет каким-то углом? Вот вы идете по улице, вы находитесь в какой-то точке, а тут какой-то предмет. Что такое угол, под которым его видеть? Очень просто. Это вот этот вот угол, да? Так вот задача. Где будет точка, если угол прямой? Угол, под которым виден данный квадрат. Ух ты! Это видно, что у вас не угадали. Да, пожалуйста. Ну, ясно, что из угол острова, вот из этой точки квадрат виден, конечно, по-русски. Причем на вашей картинке это, ну, там, не знаю, градус 50. Ну, явно не видно. Сколько вы находитесь в центре этой... Если вы находитесь в центре, то будет видно по 360 градусов. Куда ни поверните, везде квадрат. Нет, 360. Ну, с одной стороны, наверное, тут 90 градусов. Но с другой стороны, понимаете, когда вы, что называется, вот уже совсем-совсем там глазом просто в предмет уткнулись, то трудно говорить о том, что под каким-то углом, да? Нет, я хочу, чтобы было все культурно. Не то, чтобы прямо глазом выгляделись в этот самый квадрат, а чтобы вы были на каком-то состоянии, а квадрат был бы виден под прямым углом. Пожалуйста. Это можно сделать? Чему это можно сделать? Я могу легко объяснить. Когда вы находитесь далеко, представьте, свет, тысячный километр вниз, то квадрат будет еле виден, и угол будет почти что ноль. Когда вы находитесь здесь, квадрат виден почти 180. То есть, пока вы будете двигаться снизу вверх, то в какой-то момент будет 90. Правильно? Идея в неперывности. Так что где-то, конечно, 90 градусов будет. Вопрос где? Ура! Ура! Первая разумная картинка есть. Конечно, если мы возьмем эту точку здесь, то, конечно, можно представить себе, что здесь 45, 45, 90 градусов. Очень хорошо. Вы нашли, только внимание, вы нашли одну точку. Ну, точно так же будет точка здесь, точно так же будет точка здесь. Понятно, да? То есть, вы на самом деле нашли даже одной четыре точки, ну, симметрично расположенные. А еще? Надо провести меридианы у квадрата. Нет, если есть квадрата, меридианы – это сферы. Например, когда вы смотрите на глобус, там есть меридианы. У квадрата называется диагонали. Диагонали? Да. Что? Надо провести диагонали и взять... Лезть внутрь квадрата нельзя. Потому что на любой точке, расположенной внутрь квадрата, квадрат – это 360 градусов. Повторяю, пока не посмотрите, где конкретно. Нет, я не в этом смысле. Я знаю, как найти все точки. Прорисуйте. Нарисовать множество точек. Привят, вообще в геометрии на начальном этапе изучения это очень важная штука. Порисовать разное множество точек. Задаем условия и рисуем. Нам надо найти центр, чтобы провести окружную и... Если мы возьмем любую... Описанную окружность квадрата. Да. Замечательно. Держим. Давайте я нарисую. Центр, здесь не проблема. Раберцу такую взять и нарисовать. Нет, я в том смысле, что взять... Вы сказали нарисовать описанную окружность квадрата. Я нарисовал. Или вы хотели вот этого? Вот этого. Вы хотели эту окружность? Ее тоже не проблема нарисовать. Давайте обсудим обе эти окружности. Ну, начнем вот с этого. Начнем вот с этого. Ребята, вообще-то этот отрезок диаметр. А про диаметр вы уже знаете, что вот этот у какой? Девяносто. Девяносто. Но здесь есть еще, и поэтому никак не получается, здесь угол очевидно больше, чем 90. Сразу скажу, чтобы вам было интереснее. На самом деле угол там 45 градусов. И это мы сегодня с вами докажем. Ближе к концу занятия, потому что это сложнее, чем все, что мы сейчас делаем. Но обязательно сегодня докажем, поскольку это важно. Так вот, и вот это будет 135, по правде. И здесь будет 135, и здесь 135. Какую точку не бери, а будет 135 градусов. Вот. Так, теперь объясню, почему на самом деле вот эта точка, она, конечно, хорошая, а вот эта точка, почему плохая? Ну, господа, потому что, когда вы движетесь по окружности, в частности, вот сюда дойдете. А эту точку мы уже обсуждаем. Мы уже видели, что вот этот у какой? Остый. Очередно острый. На доске слева написано два определения окружности. И задача, которую мы сейчас решаем, формулируется очень просто. Дан квадрат. Найдите точки, из которых квадрат виден под прямым углом. Мне очень странно, почему вы не можете это сделать. Найти такие точки. Я объяснил вам, почему ваши гипотезы, почему вы две гипотезы выглянули, но почему обе не вернули. Так. Ну и где же эти точки будут? Как же называется множество точек? Читайте второе определение. Где же лежат точки С, у которых АСВ 90 градусов? На каждой стороне квадрата надо стереть вниз, и на каждой стороне вот такую штуку. Так, только тогда будет ответ подсказывать. Значит, это подсказывает. Сюда поставить. И после этого сильно. Достаточно ровно. И у них тоже. Спасибо. Ну, конечно, если был циркуль, то получилось ровнее, но смысл простой. Это четыре половины окружности. Между прочим, какую расчетку она допустила при рисовании окружности? Почему я их, к сожалению, допускаю? Она думает, что сразу выходит где-то так градусом под 60. Ни в коем случае. Когда вы рисуете полуоходность, надо понимать, что вот здесь вот, вообще-то она касается. Поэтому вот здесь вот не так сразу, а сначала она идет почти неотличимая, и уже только потом поворачивается. Понятная идея, да? Здесь то же самое. Сначала идет вот так вот, и только потом. Так, ну все, это решение. Продолжение следует...